Ни ветвей, ни листьев. Так теперь выглядят некоторые деревья в липках. Коммунальщики провели в саду так называемую опиловку. Мне кажется, это просто варварское отношение. Деревья опилили перед морозами. Большинство к весне погибнут. В этом уверены те, кто составлял обращение к властям. Свою подпись поставил и Андрей Табаяков. Он тоже переживает за судьбу деревьев в саду. Все представляют, что такое обрезать яблонью, что такое обрезать грушу. Это обрезается, это обрабатывается специальными растворами. Дерево нормально продолжает дальше жить. Ну вот здесь явно этого никто не делал. Здесь просто его отрубили и все. По словам экспертов, опиливать деревья нужно, правда, когда те спят. Зимой или ранней весной. В Саратове этому правилу придерживаются редко. Специалисты опиливают насаждения круглый год. Кора защищает дерево от грибниц, от насекомых. А если есть оголенный срез, в это место легко проникают. Это как оголенная рана, то есть инфекция, вредители легко проникают в дерево. И оно, конечно, снижает жизненное состояние дерева. И оно может быстро заболеть и погибает. Одним из первых на проблему отреагировал глава города. Накануне Михаил Исаев созвал коммунальщиков. По их словам, зимой деревья мешали бы работе спецтехники. Городоначальника такой ответ не устроил. «Мы должны давать людям информацию о том, сколько у нас старых деревьев. Сколько деревьев, которые угрожают людям, транспорту, сколько всего посажено, какова их выживаемость. В скверах и парках у каждого дерева должен быть паспорт». Местные жители недовольны тем, что у Рубина тоже опилили деревья и выкорчевали с десяток зелёных насаждений. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24.